Проект решения Совета безопасности доработан с учетом предложений и замечаний от членов Совета безопасности. Постановлением одобряется концепция цифровой трансформации «Сифровой Кыргызстан» на 2019-2023 годы. По нему были даны следующие рекомендации Дюрху Кенешу и правительству страны. При осуществлении законодательной деятельности в приоритетном порядке рассматривать проекты законодательных актов, разработанных и инициированных в рамках реализации концепции. В целях своевременной разработки соответствующих проектов нормативных правовых актов, направленных на реализацию концепции, рассмотреть вопрос об образовании специальной парламентско-правительственной комиссии. Ну а правительству рекомендовано принять следующие меры в частности. По завершению создания автоматизированных государственных информационных систем и других действий, направленных на автоматизацию и упрощение процедур предоставления цифровых государственных услуг населению посредством системы межведомственного взаимодействия Тюндук. Меры по завершению до 1 июля следующего года технологических процессов связаны с подключением госорганов к системе межведомственного взаимодействия Тюндук, в том числе Министерство транспорта и дорог до 15 января 2019 года, Министерство здравоохранения до 31 марта 2019 года. По финансовому и организационному обеспечению процесса реализации концепции рекомендовано установить минимальную заработную плату для специалистов государственных предприятий и учреждений, занимающихся разработкой информационно-коммуникационных технологий на уровне частных IT-компаний с рассмотрением вопроса о создании фонда оплаты труда данных специалистов. По завершению процесса перехода всех государственных услуг в электронный формат до 30 декабря 2019 года, в том числе до 30 декабря 2018 года, перевести в электронный формат 25 госуслуг, озвученных председателем Госкомитета информационных технологий и связи. Также, согласно решению, рекомендовано до 1 января следующего года поручить Госпредприятию Центр электронного взаимодействия обеспечить техническую координацию и реализацию процесса внедрения электронного управления, а также до 1 февраля 2019 года доработать и принять стратегию кибербезопасности, определяющую подходы и видения по реализации следующих вопросов. Формирование национальной системы защиты информации, включая систему криптографической защиты. Наращивание и укрепление человеческого потенциала в области обеспечения кибербезопасности. Формирование системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, кибербезопасности государственных структур и организации негосударственного сектора. Вместе с этим решено ответственным за исполнение дорожной карты в реализации концепции определить первого вице-премьер-министра Куатпека Буронова. Ну а налоговой службе, Министерству экономики, Таможенной службе и Госкомитету информационных технологий и связи, то 1 марта следующего года обеспечить внедрение механизмов, позволяющих ввести учет входящего и сходящего интернет-трафика с разработкой и инициированием соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих эту сферу. А Минобразованию и Минздраву поручено принять меры по внедрению с 1 июля 2019 года проектов «Школьная медицина», «АйТи-поликлиника» и «Умная школа». Парни или? Не парни. А все остальные можно произвести твердые и мягкие. Раимбек Султанов отмечает, что успех данной программы по цифровизации на 20% зависит от АйТи-специалистов, а остальные 80% зависят от народа. Его нужно подготовить к этому процессу, то есть к цифровизации, говорит он. Отмечает, что в некоторых случаях нужно силой вводить данную систему в госорганы. При хорошей работе системы цифровизации можно будет собрать целый спектр информации о всех гражданах страны, начиная от его медицинской карты, заканчивая его переводами с одной должности на другую. У нас на сегодня также есть много различных электронных программ в той же налоговой, но люди по старинке все заполняют вручную. Это говорит о том, что нужно немного времени, чтобы они привыкли к таким нововведениям. Но все государственные органы уже потихоньку приходят к этому. Просто нужно ускорить этот процесс, и тогда можно будет заметить ощутимые результаты. С внедрением в жизнь информационных технологий значительные улучшения произойдут и в сфере образования, говорит Анара Баймулдинова. А также должное внимание будет уделяться обучению самих преподавателей, чтобы продвинуть процесс информационной трансформации на более высокий уровень. Наряду с этим будет проведена персонализация обучения и цифровизация учебных кабинетов. Теперь их в то же время будут дополнять такие интерактивные доски, экраны, у нас будут цифровые сервера. Поэтому я считаю, что в связи с тем, что информационные технологии дальше продвинут нашу систему, мы дальше сможем продвинуть. То есть в связи с этим преподаватели должны будут использовать элементы игровой формы. То есть процесс геймификации пройдет, когда каждый гражданин нашей страны, то есть обучающийся, может в игровой форме применить те или иные варианты действий, которые мы могли бы использовать в бытности. Также она считает, что с внедрением электронной системы должна в первую очередь обеспечиваться безопасность персональных данных граждан. Кибербезопасность должна быть обязательно соблюдена, поскольку в данный момент каждый гражданин, имея биометрические свои данные, биометрические паспорта, он может показать эти данные в онлайн режиме. Но каждому гражданину не хочется показывать этого, поэтому мы должны показать, что правительство создает все те условия, чтобы кибербезопасность была на очень высоком уровне. И мы этого достигнем, я считаю. По словам специалистов, переход страны к цифровизации переведет к улучшению экономики, государственного управления и сферы оказания услуг населению. Кибербезопасность 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 Кибербезопасность